ПЕСНЯ 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 Вот если простые прихожане молятся утром, вечером, то молятся за себя, о своем спасении, то служение священнослужителям, священника, оно направлено на то, чтобы он постоянно ходатайствовал перед Богом за разных людей. То он молится и радуется, потому что несколько человек пришло в церковь, крестились, миропомазались. То он служит литургию, воздыхает, благодарит Господа за тех людей, которые молятся в храме и просит о их нуждах. То он спешит к болящему, то он провожает усопшего, то он туда направляется, то освящает что-то, что-то благословляет. Все время жизнь священника, она находится в постоянном общении с Богом за себя и за тех людей, которые верены ему. Дорогой отец Георгий, вам верена паства, которая вас любит и с уважением к вам относится с любовью. Уже 30 лет вы окорбляете эту паству, молитесь, наставляете их, приводите их всех по спасению. Хочется отметить, что особенно важно, что вы много трудитесь в социальном направлении. И здесь, возле храма, живут люди бездомные, которых вы питаете и даете им кровь. Вы посещаете Дом Старости, это очень важно. Но вам предстоит, дорогой отец Георгий, очень грандиозные мероприятия. Уже здесь, слава Богу, Допгань с большим трудом, учитывая разные трудности, была получена земля. И под этот храм, и тот храм, который будет строиться в царственных страстотерцах. Пусть Господь поможет вам осуществить вот это великое дело в строительстве храма. Это очень трудное дело, но очень благодатное. Мы знаем, что у нас люди очень любят святителя Иоанна Златустого за его прекрасные слова и очень любят царственных страстотерцах. Так самая большая им будет жертва, это построить в этом поселке Гресс Храм Божий. Владыка вас очень ценит за ваши труды. Вы удостоены самых высоких наград, которые есть в священнических наградах. Я от имени Владыка сегодня поздравляю вас. Вот слово Владыка направил меня к вам, чтобы поздравить вас с юбилеем. Его высокопреподобие, настоятелю храма святителя Иоанна Златустого, поселка Гресс Симферопольского района, протерея Георгия Павленко, ваше высокопреподобие, дорогой отец Георгий, тридцать лет назад Господь призвал вас для пасковского служения в Церкви Своей. Вы усердно возносите священнические молитвы у Престола Божьего, уповая на то, что милосердный Господь немает каждому прощению и благодарственному словословию, возносимому вам и заверующим. Вы являете в своей паспе образец в Слове, в жизни, в любви, в духе, в вере, в чистоте. Послание к Тимофею, 4 глава. Старайтесь возлагать надежду на Божью благодать, врачующую человеческие немощи и восполняющие недостатки людей. Молитвенно желаю вам крепкого, душевного и телесного здравия, духовной радости, помощи Божьей во всем благих трудах и начинания на благо Церкви. Пусть всемилостивый Господь давает вам многое и благая лето. Божье благословение да пребудет с вами Лазар Митрополит Симферопольский и Крымский. От священников нашего благочения, дорогой отец Георгий, от себя лично, мы, вы так как находитесь здесь на этой горке, мы вам дарим иконочку преподобному Паисия Святогорца. Пусть его молитвами, он вам здесь помогает. И, дорогой батюшка, дарим вам такое очень красивое Евангелие. Это пища духовная, насыщайтесь ею каждый день и из полноты сердца, вот это пусть, все эти слова, Божьи слова, пусть вы изливаете на тех прихожан, которые относятся к вам с любовью. Многое и благая лето, с юбилеем. Поздравляю. Спасибо. Многое и благая лето, спаси Христе Боже, спаси Христе Боже, на мое и благая лето. Спасибо. Спасибо. И сердечное благодарю за такое посещение, неожиданная такая радость. Привет. Насколько грехов. И за эти слова, великие такие пожелания, святые, я надеюсь, с Божьей помощью и по молитвам всех вас, и по молитвам, Батюшка, тоже прошу, что Господь укрепит меня в этом служении, буду служить Господу, людям и во Славу Божию, нашей Родине. Мы, Батюшка, недавно, там было, наверное, воскресенье от нашего священника, у нашего благочения, мы благочения Батюшке подарили 55-летним. У вас такой юбилейный год, наверное, начнется в этом году строительство. Ваше Высокопреподобие, Отец Георгий, примите наши самые искренние и сердечные поздравления к 30-летиям Иерейской Кератонии. Без сомнения, в этот торжественный день в вашей жизни вы с благоговением и теплом вспоминаете, как Господь по своей милости и любви заделал вас незабдвенной радости предстоять пред престолом Божьим и служить в послушании Матери Церкви. Молитвенно желаем вам Божьей милости, духовной радости, здоровья и мудрости. Желаем крепости сил и бодрости Духа, столь необходимых в вашем высоком служении. Мы знаем вас как доброго и заботливого труженика на Ниве Божьей, всегда готова к самопожертвованию и служению людям, нуждающимся в любви и заботе. Благодарим вас за искреннее внимание к прихожанам реальным и виртуальным, к каждому человеку, который нуждается в вашем слове укрепления, совете и поддержки. Получая ваши добрые советы, благословения и наставления, мы ощущаем вашу отеческую заботу и любовь. В день славного и благодатного юбилея сердечно благодарим вас за честные труды, за чуткое сердце, за искрометный юмор, мудрые советы и справедливую строгость. Оставайтесь всегда таким, каким мы вас уважаем, ценим и любим. Спасибо. Благодарю вас. И снова ваша литургия, и наполняется душа. Мы замираем чуть живые, и вам внимаем не дыша. Кто о своем грустит, возможно, кто-то растрогался до слез, а кто зимнул неосторожно, наверное, ночью службу нес. Кого-то мучает сомнение, куда я и зачем пришел. Мы с вами вместе, воскресенье, и на душе так хорошо. Дымок кодильный нас уносит, туда, где слушает Господь, и каждый о своем попросит, а он услышит и поймет. Мы Бога славим с вами вместе, Его за все благодарим, и верою звучит, как песня. Ее мы вместе говорим, и вместе наполняем душу. Она вмещает целый мир. Мы любим проповедь послушать, а дома ждет прямой эфир. Вам благодарны за служение, за вашу щедрость и любовь. И эти светлые мгновения пусть повторятся вновь и вновь. Батюшка, мы сегодня всем молились Господу Богу и благодарили Его за то, что Он помыслительно 30 лет назад повлинул вашу жизнь на 180 градусов и направил ваши стопы на путь священства. А наши стопы направим к вам. Батюшка, ну, каждый раз я очень любит уже долго. Мы дарим вам эти цветы. Поздравляем с таким праздником вас. Прощайте ваших молитв, потому что Мария Магдалина была очень велешеной. И настолько она возлюбила Господа, что даже стала Роман-Постойной. Поэтому по вашим молитвам мы тоже просим Господа, чтобы Он нас тоже удостоил хотя бы искусств и любви Марии Магдалины. И хотелось бы закончить, если уже так... А, да, еще хотелось бы сказать, что все такое. Это сбытка сердца. Да, да. Серкца, конечно, это хранитель истины, живы тоже. И, допустим, церковь, которая носит, каждый день бывает ирулянная служба, это стол, на который опирается. Хотелось бы пожелать вам, чтобы ваша жизнь была такой чистой и счастливой, как эти белые цветы. И чтобы она была усеяна цветами людей, вот, цветами людей, окружающих вас. Потому что люди, которые к вам стремятся, свои сердца, потому стремятся, потому что вы даете кусочек своего сердца потому что они слушают такие слова прекрасные. Ты говоришь, ну, смотри, так это или нет. Поэтому, чтобы я соответствовал тому, что говорила здесь, и вот и нам, и все эти стихи, что, дай Богу, я прошу ваших святых. Спасибо. Спасибо. Простите, да, спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...